всем привет рада приветствовать вас на своем канале что я об этом думаю и сегодня я решила поговорить на тему того сколько стоит жить в эстонии сколько стоит жить в таллине возможно эта информация будет полезна тем кто планирует переехать в эстонию или просто тому кому интересно как живут в эстонии какие зарплаты мы получаем сколько стоит продукты что недвижимость те кто живут в эстонии смотрят меня вас тут большинство может быть вы поделитесь своей точкой зрения на этот счет права я или не права может быть расскажете сколько вы тратите на жизнь и считаете ли вы уровень зарплат в эстонии нормальным адекватным но перед тем как мы непосредственно приступим к обсуждению темы попрошу вас поставить лайк подписаться на канал если вы это не сделали оставить комментарий в конце видео не правда очень важна ваша реакция ваша обратная связь безумно приятно получается в личные сообщения что вам нравится мой канал но я была бы безмерно рада если бы вы такие комментарии оставляли у меня под роликами потому что как известно это помогает развитию канала ну что ж приступим к обсуждению тема если мы посмотрим на график зарплат за последние десять лет с того момента как в эстонии вели евро то можно увидеть положительную динамику минимальная зарплата на сегодняшний день составляет 584 евро брута что примерно в два раза выше чем это было 10 лет назад также зарплата средняя в эстонии выросла 10 лет назад средняя зарплата была чуть выше 750 евро и на сегодняшний день средняя зарплата обозначена как 1448 евро брутто но чтобы вы понимали средняя зарплата ну скорее всего вы понимаете это средняя по всей эстонии то есть кто-то получает эту минимальную зарплату кто-то получает в разы выше и за счет этого формируется это самая средняя зарплата на которую мы ориентируемся все не стоит также забывать что не только зарплаты растут но и цены растут соответственно продукты питания недвижимость какие-то услуги все это тоже выросло очень и очень и в данном видео мне бы хотелось посмотреть можно ли одному человеку прожить на среднюю зарплату в городе таллине потому что я сама живу в таллине мне легче ориентироваться в ценах на недвижимость продукты питания я думаю стоят примерно по всей стране одинаково также в данном видео я приведу средние цены по недвижимости в больших городах в эстонии до в самых таких топовых городах чтобы было понятно где же все таки подешевле жить мне кстати было бы интересно узнать читаете ли вы зарплату 1448 евро брута хорошей зарплатой что вы можете позволить себе на эту зарплату я вот сейчас я приведу расчет того что может позволить себе человек на зарплату 1448 евро брута что такое брута брута это те деньги которые считаются вашим заработком но из которого еще будут вычтены ваши налоги и в итоге у вас останется зарплата чистая зарплата на эту зарплату которая вам придет непосредственно на счет вот давайте посмотрим график из чего образуется ваша зарплата и сколько в принципе работодателю стоит ваш труд если вы хотите зарабатывать среднюю зарплату по эстонии и так как мы видим если ваша зарплата составляет 1448 евро брута на руки в конечном итоге вы получите 1189 евро и в общем то если вы живете один как мне кажется ну прожить на эту зарплату можно но сложно и вот мой расчет если вы не согласны если вы считаете что мой расчет неверный это что я не права в своих калькуляциях буду рада с вами это обсудить возможно у меня не такие правильные представления вы можете подсказать как можно тратить деньги более рационально итак посмотрим на экран если вы получили 1448 евро брута на руки как мы видим вы получите 1189 из них 250 евро у вас точно уйдут на продукты чуть позже я оставлю цены на самые основные продукты безусловно вы будете тратить деньги на коммуналку и как мне кажется если мы берем ну среднюю двушку в новом или старом фонде все равно расход на коммуналку составит порядка 100 евро в зависимости от сезона то есть 80 евро я думаю где-то могут составить счета летом и 100-120 зимой в зависимости от того района в котором вы живете от метров квадратных и я конечно беру такую среднюю стоимость на коммунальные затраты потому что если вы можете себе позволить квартиру больше и лучше то и цены на вашу коммуналку могут насколько я понимаю составлять вплоть до 200 а то и больше евро за за месяц вот если вам квартира досталась по наследству то вы счастливчик вы можете позволить себе не тратить деньги на аренду или на кредит если же все-таки вы живете обычной жизнью и оплачиваете свое жилье сами то на кредит по квартире или на аренду недвижимости ну порядка 400 евро это точно у вас будет уходить в месяц если если это такая средняя квартира то есть даже не говорю про квартиру там в центре города какого-то люкс-класса то есть там цены варьируются от 800 евро и выше ну и так же по кредиту все зависит от того на какую сумму вас взят кредит и в общем то но я вот как бы рассчитывала по каким-то средним показателям надеюсь что мой расчет верный вот и таким образом если вы живете один получаете свои 1189 на руки в конечном итоге на все про все после расходов на питание коммуналку и недвижимость у вас останется на руках четыреста тридцать девять евро но вот и думайте что можно себе позволить на эти деньги много это или мало вот как вы считаете мне кажется конечно что ну выжить можно но сложно то есть будешь жить но как бы впритык потому что развлечения путешествия какое-то хобби все это нуждается достаточно в больших деньгах в конечном итоге да жизнь наверное на 439 евро уже будет как-то не очень весело поэтому вот думайте сами много это или мало мне было бы интересно если бы вы поделились этими мыслями вот и по поводу недвижимости да потому что недвижимость это все-таки такой показатель уровня жизни тоже в стране я конечно очень удивлена потому что последние 10 лет недвижимость по крайней мере в таллине очень-очень выросла в цене и я сравнила эти цены также с большими как большими относительно большими городами в эстонии я взяла для примера на арву тарту и пиарну и честно говоря я очень удивилась ценам в тарту и пиарну потому что я ожидала что все-таки там цены меньше однако city24e показал что двухкомнатная квартира до 60 квадратных метров я брала для примера новые или реновированные квартиры в которых ну в принципе можно жить сразу и не нуждаются они в ремонте до составили сто сто пятьдесят тысяч евро что в принципе как бы не очень-то и сильно отличаются от цен в таллине в столице да так что вот это меня и удивило и как-то так по поводу продуктов продукты питания тоже у нас как-то очень-очень недешево как мне кажется я посмотрела линейку продуктов в магазине риме посмотрела значит цены на основные продукты вот эта таблица это средние цены то есть те же самые продукты которые будут стоить на несколько евро дороже ну или там на какое-то количество центов скорее всего дешевле но вот в среднем по больнице получилось как-то так тут я не указывала цены на алкогольные напитки ну скажем бутылочка вина нормального такого вам обойдется в семь восемь евро то есть в общем то вот такой порядок цен и как мне кажется что ну 250 евро в месяц на человека на питание с какой-то бытовой химией с какими-то средствами личной гигиены но точно составит 250 300 евро в месяц и это мне кажется еще если ты будешь как-то в общем то экономить если вот у вас какой-то другой опыт мне было бы искренне интересно послушать как вы распределяете деньги на питание на бытовую химию ну вот такие на такие повседневные расходы вот может быть действительно вы знаете как лучше тратить средства ну и таким образом получается что в общем то средняя зарплата по эстонии может позволить выжить одному человеку если же уже как бы человека есть ребенок и он воспитывает этого ребенка без посторонней помощи то выжить даже со средней зарплаты в таллине будет очень и очень сложно ну и в принципе мне кажется для эстонии как бы это такие ну средние очень средние деньги и те кто работают на минимальной зарплате ну вот я не знаю честно говоря если еще какие-то кредиты то это очень и очень сложно то есть относительно тех цен которые сейчас у нас есть по поводу бензина то есть если вы владеете собственным автомобилем то как вы видите стоимость бензина в эстонии ну достаточно высока и в общем то автомобиль это это очень недешевый расход который занимает серьезную часть семейного бюджета вот такое небольшое видео я сняла по обзору на уровень жизни в эстонии на цены в таллине делитесь своим мнением делитесь своим опытом задавайте вопросы те кому интересно вот как жить в таллине давайте свою оценку того считаете ли вы это хорошим уровнем жизни или не очень быть вы смотрите меня из каких-то других стран и можете поделиться своим мнением по вопросу уровня жизни в вашей стране и в нашей стране надеюсь вам было это видео интересно и до новых встреч поговорим о чем-нибудь еще и в следующий раз пока не